Денис Никитин 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 это понять, нужно просто на секунду выключить телевизор, не знаю, выкнуть в окно родного Мурманска, Брянска, Клинцов, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, любого города, чтобы понять, что путинская политика однозначно антинациональная и в первую очередь, конечно, антирусская. Если мы говорим о мотивации, то тут множество, множество мотивирующих факторов. Мы, ну, русский добореческий корпус не взялся из ниоткуда, мы не появились 2 марта, да, или там за несколько часов до нашего брянского, скажем так, похода. Мы всегда испытывали неприязнь к путинскому режиму, русские националисты действовали в рамках, скажем так, принципа непримиримости, то есть никаких возможных каких-то компромиссов с кремлевской властью мы никогда не искали, вот, а она со своей стороны только, скажем так, да, усиливала давление на любые русские националистические проявления, вот, потом уже от давления перешла уже к прямому уничтожению националистов русских. Я думаю, что история Максима Марцинкевича наиболее трагическая, наиболее яркая одновременно иллюстрация отношения Путин, а к русским националистам. Спасибо вам. Вопрос для Анатолия. Все-таки на войне против российской армии сражаются и белорусские добровольцы. Расскажите о мотивации белорусской стороны, как и вооруженной оппозиции, так и гражданской, демократической, помогать именно Украине в этой войне. Мне кажется, здесь с мотивацией все предельно понятно и ясно. Начнем с того, что Лукашенко за 30 лет своего правления создал некое подобие лагеря. Вот современный человек, имея возможность выбора, он, конечно, не выберет лагерь. И понятно, что за исключением первой избирательной кампании все остальные, они были нелегитимными, и Лукашенко не получал большинства, поддержки большинства. И в этой ситуации для большинства белорусов, это в отличие от Российской Федерации, где у Путина достаточно высокая поддержка, у Лукашенко очень низкая поддержка. И белорусы против оккупации режимом Лукашенко Белоруссии. А Путин в этой ситуации есть никто иной, как ближайший сподвижник Лукашенко. Режим Лукашенко держится на нескольких столпах, один из которых называется Путин. И в этой ситуации, когда Белоруссия находится под двойной оккупацией, то белорусы выступают и против режима Лукашенко, и против Путина, который поддерживает режим Лукашенко. Поэтому в этой ситуации Путин естественный враг для большинства белорусов. И логично, что многие белорусы ушли добровольцами, воюют в Украине, что подавляющее большинство белорусов категорически против войны. И то, что значительная часть людей, которые выехали за пределы страны, они не остаются равнодушными. Они находят возможность поддерживать и полк Калиновского, и другие белорусские формирования, и находить возможность поддерживать ВСУ Украины через различные форматы. И финансовая поддержка, и добровольцы, и политическая поддержка. Так что здесь все как раз достаточно логично, последовательно. Для большинства белорусов, подчеркиваю, и режим Лукашенко, и режим Путина, это сиамские идеологические близнецы, и это враги. Благодарю вас. Вопрос для Дениса. Денис, вы все-таки известны как представители русского правого движения, как русский националист. Тем не менее, по ту сторону баррикад, на стороне российской армии, тоже оказались люди, которые называют себя русскими националистами. Расскажите, почему так кардинально разошлись ваши пути, и какая мотивация у тех людей, также называющих себя русскими националистами, поддерживать российскую армию? Ну, в моих глазах люди, которые рядятся, скажем так, националистические одежды, но пошли воевать за Путина, они на самом деле, ну, либо они предатели нашей идеи светлой, либо они, в принципе, к ней никогда никакого не имели отношения, просто, скажем так, были какими-то субкультурными позерами, не более чем. Ну, если мы говорим конкретно, да, говорим о там пресловутой Дешерга Русич, которые в цвет, да, как говорится, в открытую говорят, что они неонацисты, свастики они носят, коллабраты различные они носят, ни в коем случае свои идеологические принадлежности не скрывают. И вот получается у нас такая смешная парадоксальная ситуация. В глазах российских медиа мы плохие неонацисты, а они, получается, хорошие неонацисты. В глазах либеральных медиа они плохие неонацисты, и мы плохие неонацисты. Вот, в общем, мы, как ни крути, всегда будем плохие. Но тут я на этот счет давно не переживаю. Я, в принципе, считаю, что нужно меньше клеить каких-то политических и идеологических ярлыков на людей, смотреть по делам, смотреть по поступкам. За нас, мне кажется, наши дела и поступки говорят достойно, так же, как и за представителей армии России. Бесчинство их все протоколируется, неважно, какими они прикрываются идеями, при этом, кем они там себя считают, националистами, патриотами. Я, в принципе, уже многократно говорил, новая такая народная религия для, скажем так, такого патриотического сегмента Российской Федерации, это так называемый национал пацанизм, когда вот упрощено и, в принципе, опошлено вообще любое понятие патриотизма. Есть вот наши пацаны, они пошли в Украину, надо сейчас за них отомстить или надо их поддержать. А почему они пошли? Зачем они пошли? Это уже вторично или вообще никого не волнует. Вот главное, что это наши пацаны, а мы за наших пацанов в любой ситуации, даже если они неправы. Ну, для меня такие люди, в принципе, не могут, на приоре не могут являться носителем какой-то высокой правой идеологии. Поэтому я, я бы, в принципе, их какому-то такому, да, сильно правому спектру не, скажем так, причислял. Благодарю вас, Анатолий. Вот Денис сейчас упомянул также, что для российских либеральных медиа, да, вот, например, радикалы плохие. И вот в российской оппозиции действительно есть очень явный раскол. Чего не скажешь о белорусской оппозиции, по крайней мере, визуально не кажется, что есть какие-то конфликты, разногласия. Тем не менее, белорусскую оппозицию представляют разные люди, люди радикальных взглядов, сторонники мирных протестов. Как вам удается проводить такую конструктивную работу, что даже если, может быть, какие-то разногласия есть, они не так очевидны для нас со стороны? Ну, вы знаете, есть одно фундаментальное отличие Белоруссии от Российской Федерации. Если в России общественное мнение в большинстве своим все-таки поддерживает политику Кремля, то в Белоруссии как раз нет вот этого объединения вокруг флага. Флаг — это Путин, и вокруг него все-таки большинство россиян объединились. Большинство россиян все-таки достаточно так позитивно относятся к войне. И мы вспомним, что у Путина одно время рейтинг резко пошел вниз. Война дала ему прибавку этого рейтинга. Вот это особенность России. В Белоруссии у нас тоже есть объединение, но не вокруг флага Лукашенко. Это было в далеком 1994 году. А вокруг идеи. И эта идея звучит так. Мы против войны. Мы не хотим войны. И вот это является объединяющим и внутри страны большинства людей. И это является объединительным и для оппозиции. Плюс второй важнейший фактор, который есть у нас — это легитимный лидер. Светлана Тихановская выиграла у Лукашенко в 2020 году. Это впервые была избирательная кампания, когда Лукашенко потерял легитимную субъектность не только на международной арене, но и внутри страны. То есть это было очевидным для большинства граждан страны. И вот эта легитимность Светланы Тихановской, она, конечно же, цементирует оппозицию. Да, есть разные мнения. Есть и те, кто критически относится к ней. Но все понимают, что она легитимный лидер. Это усиливает нас на международной арене. Ее воспринимают как голос белорусов. И вот эти два фактора, мне кажется, они как раз и являются существенным отличием, что отличает нас от России. Вы упомянули также об официальной статистике, о поддержке войны. Но можно ли доверять официальной кремлевской статистике? Ведь также официальные кремлевские ресурсы говорят, что и на референдумах проголосовало больше 90% человек за вступление. Я ориентируюсь не столько на цифры, которые озвучивают зависимые социологи от Кремля. У меня тоже недоверие к социологии внутри Беларуси. Но я ориентируюсь, например, на то, что мне доступно. На социальные сети, на тех, с кем я поддерживаю отношения в России. И здесь мы все-таки отмечаем особенности. Но это в связи с тем, что Россия, она все-таки остается империей. И значительной части людей, на мой взгляд, нравится. Они могут быть, простите, без портков, без штанов, но чтобы мы показали кучкину мать. Вот это является привлекательным. У беларусов совершенно другое мышление, другой подход. И мы как раз против войны. Мы за то, чтобы у нас была европейская интеграция. Беларусы очень сильно сейчас, последние десятилетия, связались с Европой. У нас по количеству шенгенских виз на 100 тысяч человек, мы первые в мире. И вот это все, что существенно качественно отличает. Поэтому мы можем не доверять статистике, но все-таки, когда ты заходишь на какие-то форумы и видишь, там звучат голоса, и это не людей под никами, которые действительно выступают от своего имени. Они действительно хотят, чтобы наказать кого-то в Украине. Но мы-то в Беларуси понимаем, что если накажут украинцев, следующие обязательно будут беларусы. Это еще одна мотивация, что заставляет беларусов поддерживать украинцев в этой войне. Денис, вопрос также вам по поводу отношений между оппозицией. Как мы видим, действительно у беларусской оппозиции чувствуется некое единство, потому что несколько иное общество, несколько другая опять же структура оппозиции. Когда состоялся ваш рейд в Брянскую область, то мы видели реакцию российской либеральной оппозиции, когда говорили, что чуть ли с такими друзьями, как РДК, нам не нужны враги. На ваш взгляд, почему часть российской оппозиции не просто не поддерживает русских, воюющих против путинского режима, но и открыто даже порицает их? Ну, тут все очень просто, потому что российская оппозиция всю жизнь занимается тем, что она пытается пробиться к кормушке, от которой она оттеснена была, или просто не приближена. Ее, в принципе, устраивает все. Ну, там, система ценностей, система управления российской оппозиции не устраивает то, что она не является частью этой системы. Вот, поэтому, ну, о чем мы говорим, если сейчас, там, да, Яшин, Волков и, там, на берегуи, значит, наши несистемные оппозиционеры пишут петиции, что, там, господ Фридмана и Авена освободили из-под санкций, ну, хотя это чистой воды столпы путинской политики и экономики, да, которые, там, значит, никак не могут понять, что им важнее, да, прибыли или какой-то их, там, политической кредо, но это неважно, это их дело, вот. А российская оппозиция готова лечь под того, кто заплатит, так получается. Ну, конечно, они делают это не от чистого сердца, не от каких-то, там, побуждений, они могут, там, все что угодно говорить и прикрывать это желанием поднять, там, значит, какой-то бунт в российских элитах. Я прекрасно знаю о том, что если санкции с Фридмана и Авена будут сняты, то все, кто, скажем так, хлопотал для того, чтобы это реализовалось, получат на солидный куш. Все это логично, все это понятно. То есть, ну, оппозиция российская, что она? Ну, как обычно, беспринципная, беззубая, да, значит, склонная к каким-то внутренним склокам, сварам и так далее. Поэтому я, в принципе, думаю, что пришло время сказать в открытую, что в новой России правом голоса будут обладать исключительно те, кто заплатил налог кровью. Да, российская оппозиция налог кровью не платит, это российская оппозиция не занимает с нами место в одном ряду, не берет в руки оружие, не финансирует даже, да, русский добровольческий корпус или еще какие-то воюющие подразделения в Украине. Поэтому российская оппозиция делает то, что она умеет делать лучше всего. Делает вид. Делает вид, что борется, делает вид, что сопротивляется, делает вид, что, значит, печется судьбе России и так далее, и так далее. У них было 20 лет для того, чтобы повлиять на ситуацию. У них были огромные финансовые, медийные, ресурсные, человеческие возможности. Они ими не воспользовались никак. Ну, что ж, это их дело, это их право. Они вели свою политическую борьбу, точнее, борьбу так, как они считали правильным. А теперь мы будем вести нашу политическую борьбу так, как мы считаем правильным. Я еще раз повторюсь, да, те люди, которые налог кровью не заплатили, не взяли в руки оружие, пробил час мужества, они рядом с нами в одном ряду не стали. Они стали собирать через полгода круглые столы в Польше. Я не считаю, что эти люди имеют право голоса. Я, в принципе, не считаю, что эти люди имеют право комментировать каким-то образом наши действия, потому что они не борцы, они не смельчаки, да, и я не вижу в их действиях искреннего желания поменять российскую власть. Сломать ее, не знаю, уничтожить, сместить, я этого не вижу. Поэтому я, в принципе, думаю, что время их прошло, и прошло безвозвратно. Да, как я понимаю, конечно, кооперация с либеральными российскими силами тут невозможна по понятным причинам. А если мы говорим, например, вот о белорусской, как мы ее называем, вооруженной оппозиции, это белорусы, которые воюют вместе с вами против путинского режима, как я понимаю, есть еще и белорусский добровольческий корпус, верно? То есть у вас какое-то сотрудничество существует, какие-то кооперации? Да, все верно. Белорусский добровольческий корпус – это наши былые товарищи, это наши былые соратники. Эти ребята – батальон террор. С некоторыми из них нас связывает. Давняя дружба еще, там, до военных времен. Причем, когда я говорю до военных, это до 2014 года. С многими из них мы познакомились. За минувший год, да, турбулентный, яркий, кровавый. Это прекрасные ребята. Я очень рад тому, что у нас есть возможность идти с ними в бой в одном ряду. Мы имеем определенные, скажем так, сходства в нашей идеологической базе, в нашем каком-то мировоззрении. Поэтому парни из белорусского добровольческого корпуса – наши настоящие боевые товарищи, боевые братья. И я искренне рад, что белорусская земля рожает героев настоящих, воинов духа и фактических. Спасибо вам. Анатолий, вот как Денис рассказал, русские и белорусы действительно вместе борются против путинского режима на фронте. Если мы перенесемся, опять же, к демократическим оппозиционным силам, к нашей эмиграции, есть ли какая-то перспектива сотрудничества у белорусских и российских демократических сил? Ну, смотрите, если мы говорим о наших приоритетах, то, конечно, наш приоритет сегодня – это Украина. И это всевозможные площадки по сотрудничеству именно с Украиной. Мы исходим из того, что решение белорусского вопроса в какой-то степени зависит и от того, чем завершится война в Украине. И для нас это крайне важно. Поэтому приоритет номер один – это Украина, это поддержка наших украинских друзей. И это сделать все возможное, чтобы эта война завершилась не просто подписанием мира, а завершилась поражением и Путина, и Лукашенко. Это главное. Второй наш приоритет – это создание большой коалиции евро-атлантической по Белоруссии. Мы понимаем, что, конечно, решение белорусского вопроса находится там в Минске, Бобруйске, Барановичах, но международные составляющие нельзя отбрасывать. И мы видим это, опять же, пример по Украине. Если бы не было мощнейшей международной коалиции, то, наверное, ситуация могла бы выглядеть сегодня не так оптимистично, как мы ее видим. Поэтому для нас второй приоритет и наши союзники – это евро-атлантические страны. Это страны Европейского союза. Это, в первую очередь, наши ближайшие соседи – это Украина, это Польша, это Литва. И Польша и Литва на протяжении десятилетий являлись инвесторами в белорусскую демократию. И совершенно понятно, и почему. Потому что есть и польское меньшинство, и потому что это граница. И они исходят из стратегии, что лучше иметь прогнозируемого соседа, чем грехлого старика, который играется со спичками, и свой дом спалить может и соседский. Вот это как бы направление. Что касается оппозиции российской, я бы сказал, что это некоторый естественный такой спад. Нет сегодня таких заметных площадок для взаимодействия. Когда-то они были. Потому что я, как на то время руководитель политической партии, мы активно работали, сотрудничали с Борисом Немцовым. Вот когда он был еще в Думе, и после он был наш партнер. Естественно, и у нас были подписаны союзнические отношения между нашими политическими структурами. Вот после этого периода это был какой-то самый высокий пик. Я бы сейчас не отметил, что есть у белорусской оппозиции какая-то сильная потребность в установлении таких контактов, коммуникаций. Для нас все-таки Россия, Кремль, Путин, это скорее оппоненты. В силу целого ряда причин. Благодаря поддержке Кремля, а это значит и в значительной степени российского общества, у нас вот такой режим. Не будь Путина, Белоруссия была бы совершенно другой. Мы бы сегодня рассматривали вопрос, как вместе с Молдовой, Грузией и Украиной мы пробиваем себе дорогу в Европейский Союз. Еще возвращаясь к прошлому, вот что отметил мой коллега по этому эфиру, отличие белорусской оппозиции в том, что она действительно идеологическая. У нас в 2020 году и не только оппозиции, а сотни тысяч людей вышли на улицу из-за ценностей, не из-за, как в Казахстане там, за того, что им плохо совсем живется. У нас в первых рядах были айтишники, у нас там были спортсмены, у нас там были врачи. Это люди не самые бедные. То есть это была революция такого достоинства, это была революция за европейский выбор, это за выбор выбирать свою власть. Это, мне кажется, тоже очень существенный такой момент, отличие. И сегодня, вот что нас объединяет, мы хотели бы изменить систему Лукашенко. Поэтому у нас есть проект Конституции Новой Белоруссии, мы сейчас разрабатываем. Да, у нас есть разделение, я тут, наверное, буду оппонировать где-то. Не обязательно у нас всех, чтобы платили налог кровью. Есть люди, которые в силу какого-то причин возраста и так далее, они могут вкладываться в победу совершенно другими своими возможностями, своими ресурсами, своими инвестициями. Вот здесь как раз должна быть синергия. Если у нас полк Калиновского, другие воинские формирования, они платят налог кровью, то другие, как Светлана Тихановская, она выполняет другую миссию, она продвигает белорусскую повестку дня на международной арене. И это крайне важно, потому что благодаря этому те же наши добровольцы, они получают и, соответственно, и поддержку, и помощь и от белорусов, и от других наций. Да, поняла, потому что здесь как раз-таки у вас есть, речь идет о конструктивном сотрудничестве, и, к сожалению, вот в вопросе российской оппозиции здесь несколько сложнее, как Денис тоже упомянул. Денис, вопрос вам. Сейчас Анатолий также сказал о возможных отношениях Беларуси со своими соседями, в первую очередь с Польшей, со странами Балтии. Как вы видите будущее России в идеале? Потому что соседи, страны Балтии те же, в основном опасаются, есть такой демотивирующий тезис, что Россия всегда будет опасным соседом. На ваш взгляд, возможно, это как-то преодолеть, изменить, и какой была бы, возможно, лучшая Россия? Ну, безусловно, лучшая Россия будет под моим руководством, как мы уже все поняли. Суть проста. Я вижу два возможных сценария для Российской Федерации, если мы можем сказать, что сейчас есть условно две партии, да, это партия мира и партия войны, которые борются, да, за право определять курс Российской Федерации. Я, в первую очередь, очень жду какого-то крупного военного поражения на поле боя. Я уже говорил многократно, я считаю, что таким крупным поражением на поле боя будет деоккупация Крыма, то есть изминание Российской Федерации с украинского полуострова. После этого я прогнозирую все-таки какую-то турбулентность уже политическую, дальше социальную, экономическую. И тут как бы, да, выходят две этих партии, на сцену политическую партию войны. Ну, тут все, в принципе, просто. Они, ну, не знаю, да, это какая-то военная хунта, путь, просто это люди, которые скажут, что вот так мы нянькались, давайте сейчас все в ружье, там ядерное оружие, стреляем вообще во все стороны, никаких репараций, ничего не прощаем, фронт вперед, все вперед, внутренний террор, внешний террор. Ну, то есть это такой сценарий, понятно, что он во многом тупиковый. Вот, я не думаю, что Российская Федерация там в состоянии еще каким-то образом там мобилизовать свои силы, экономику и людей. Вот, поэтому я думаю, там, скорее всего, это закончится какой-то внутренней, там, возней, грызней, да, и, там, не знаю, Пригожинские зэки и перестреливаться с кадыровцами на Кутузовском проспекте в Москве. Потом приходит РДК и все хорошо. Сценарии партии мира, да, это, соответственно, некие прозападные силы, которые для внутреннего потребления говорят, что все, навоевались, хватит, давайте теперь время мира, выпускаем Навального, давайте демократические выборы, ну, скорее всего, управляем демократические выборы, просим сильно Запада ослабить санкции, репарации, платим, раскаиваемся. Ну, то есть, да, это вот какая-то такая некая прозападная ширма, которая должна удовлетворить всех, да, и западные силы, убедить их в том, что теперь у нас демократия, либерализм, все хорошо, внутреннего потребителя как-то тоже успокоить, сказать, ребята, давайте отдохнем, снимем санкции, сейчас выдохнем, давайте сейчас без агрессии и так далее, и так далее. Тут, возможно, сценарий, да, соответственно, что глубинный народ, который так долго настраивали против Навального и всех сил оппозиции, не примет эту власть новую, да, или претендентов на власть, и уже какие-то будут внутренние, скажем так, да, турбулентности такого характера гражданской войны, скажем так. Ну, тут, я же говорю, я вижу такие сценарии, которые в любом случае будут вести к какому-то такому кровавому, турбулентному периоду нестабильности политической на территории современной России. Денис, на ваш взгляд, вот сейчас, когда Россия переживает такой период протестного затишья, что-то может всколыхнуть снова массовые протесты? И если что, что может стать этим катализатором? На самом деле, я думаю, что спусковым кучком каких-то массовых протестов может быть любое какое-то серьезное событие. Ну, понятно, что там любую техногенную катастрофу всегда можно стихнуть на украинских диверсантов, а теперь еще проще на бойцов РДК. Ну, я еще раз говорю, я думаю, что военное поражение может однозначно выступить таким триггером, да, здоровье нашего президента может пошатнуться, тоже выступить в роли, скажем так, такого триггера определенного. Разлад между какими-то, не знаю, башнями Кремля тоже может стать катализатором каких-то таких событий, да. Ну, или сейчас, да, вот смотрите, там, Евгения Ройзмана, насколько я знаю, арестовали, да, в Екатеринбурге. Вот я могу сейчас представить, ну, я не знаю, там, избивают его в каком-нибудь, там, ФСБшник-Изиматель, он выходит на улицу, собирает людей, и так, да, протест на либеральном Екатеринбурге на главной площади, и все началось оттуда. Ну, там, Дальний Восток живет своей жизнью, Урал живет своей жизнью, Татарстан живет своей жизнью, Кавказ живет своей жизнью. Поэтому, ну, все это очень условно, монолитно. Вот, поэтому тут я думаю, что может быть все, что угодно. Я не вижу какое-то сплочение нации вокруг фюрера в войне. Я не вижу, чтобы это происходило в Российской Федерации, несмотря на все эти, там, опросы общественного мнения, там, и 90-процентной поддержки, и так далее, и так далее. Я думаю, что все это ширма, и, как обычно, фанерный фасад. То есть, в принципе, можно говорить, что основная проблема российского общества это не сколько поддержка, сколько пассивность, и именно равнодушие к происходящему. Ну, я бы не сказал, что, там, это равнодушие, которое, там, не знаю, от лени или от пассивности, да. Проблема в том, что репрессивный аппарат Российской Федерации работает как часы, жесток, он бескомпромиссен, всепроникающий. Это система, это высокотехнологичный булак, по сути дела, который построен на такой огромной территории. Система распознавания лиц, система распознавания походки, тотальный совершенно мониторинг любой активности в сети, в телефоне. Ну, в такой ситуации очень сложно заниматься какой-то протестной деятельностью в легальном, в нелегальном поле. Поэтому понятно, что люди, наученные, там, горьким опытом уничтожения любой протестной активности, ну, не хотят попасть под молотки, скажем так, да, вот в этой первой партии, которая, ну, обязательно получит серьезных проблем, да, от госаппарата, если только кто-то, скажем так, поднимет голод. Вот, плюс, в чем проблема протестов антивоенных. Любые антивоенные протесты в любой стране всегда сразу автоматически госпропаганда пытается в антиправительственные, да, антигосударственные, провражеские митинги трансформировать. То есть, ах, ты против войны, значит, ты против России, значит, ты предатель России, ты работаешь на врагах. Ну, такое клеймо, естественно, никто носить не хочет, поэтому сейчас вообще любая протестная активность, она очень-очень трудно представима, да, скажем так. Но, еще раз говорю, я думаю, что какое-то серьезное внешнее воздействие однозначно людей растормошит. Благодарю вас, Анатолий, аналогичный вопрос. На ваш взгляд, что может стать катализатором для возобновления протестной активности в Беларуси и вообще, в принципе, сейчас возможен такой сценарий? Ну, наш главный протест – это люди. Люди, которые с 2020 года не поменялись. Единственное, что произошло, такое изменение важное, значительная часть – это несколько сотен тысяч людей вынуждены были из-за репрессий покинуть страну. Но лучше ли это для Лукашенко сказать сложно, потому что в экономике точно наблюдаются проблемы по отдельным сферам, потому как очень сильно вымывание айтишников, врачей, люди других профессий, и также высококвалифицированных, они покидают Беларусь, потому как не видят своей перспективы. Так вот, люди никуда не изменились, и это самое главное. И в любой момент они могут монетизировать свою активность. Что это может быть? Ну, наверное, конечно, самым для нас лучшим сценарием это было бы поражение Путина. Поражение Путина – это уход Лукашенко. А вот дальше, после этого, у нас же опять отличие от российского видения. Мы не за военную хунту, мы за честные свободные выборы. И белорусы показали уже в 2020 году, что они могут делать осознанный выбор. Поэтому для нас честные свободные выборы, которые, конечно же, будут возможностью политического трамплина для многих людей, которые сегодня воюют в Украине, в том числе и за независимую европейскую Беларусь. Я думаю, что на этих людей как раз будет спрос, а эти люди уже в зависимости от их идеологических пристрастий и предпочтений, они могут быть в разных политических партиях, но, так скажем, в проходном листе. И поэтому я не вижу здесь какого-то столкновения интересов. Наоборот, через эту синергию мы можем нормально выходить на европейские стандарты жизни. У нас вызовы, которые есть перед Лукашенко – это, конечно, люди, граждане, потому что вот он может их садить в тюрьмы. И сегодня Беларусь очень сильно напоминает концлагерь. Лагерь с разным режимом пребывания людей, но это действительно так, потому что у нас репрессии каждый день. Вот у нас не работают суды только суббота и воскресенье, все остальное – это конвейер. А это означает, что есть противостояние. Мы знаем и примеры рельсовых партизан, которых ловили, простреливали ноги демонстративно, давали сейчас по 20-25 лет. Тюрьмы – это все для запугивания людей. Мы знаем последний пример Мочулища, который – это было бомбометание не просто в самолет убийцу, это было бомбометание Лукашенко, который твердил всем, что он контролирует 100% ситуацию, а нет, не контролирует, протест есть. Но и экономика еще. Экономика – очень сильный вызов, потому как сегодня 5% людей живут за 300 рублей. Это за 100 долларов, 5%. И понятно, что ухудшение экономической ситуации не добавляет Лукашенко ничего. И плюс еще большой, если мы предлагаем позитивную альтернативу, мы говорим, что нужно делать в пост-Лукашенковский период, то Лукашенко, главная его идея – это война. И в то время как 95% людей против этой войны. Анатолий, благодарю вас за эфир. Денис, также спасибо, что присоединились к нам по видеосвязи. Сегодня мы говорили о мотивации русских и белорусских добровольцев воевать за Украину, а также обсуждали возможное будущее России и Беларуси. Прощаюсь с вами. До следующей недели.